Всем привет! С вами снова Аквамен. В прошлом видео мы клеили аквариум, а сегодня мы будем делать крышку для него. Да-да, крышку для аквариума. Итак, что же нам понадобится? Для начала это пластик, один лист заранее размеченный, вырезанный по таким размерам, толщиной 3 миллиметра и безразмерный лист той же толщины. Еще нам понадобится строительный фен, два самореза, наждачка мелкая, наждачка крупная, баллончик от краски, стакан, секира, линейка угольник, нам также понадобится суперклей, держатель для труб, пластиковый диаметром 25 миллиметров, отвертка, маркер, простой карандаш, выключатель и немножечко магии. Итак, берем заранее размеченный лист и с каждой стороны отмечаем по 7,5-7,8 сантиметра. Высота нашей крышки будет 8 сантиметров. Далее тупой стороной нашей секиры. Вминаем, продавливаем пластик, хорошенечко не халтурим с двух сторон, чтобы лучше он согнулся. Так, теперь, будем вырезать отверстие для кормления. Берем наш стакан, рисуем плюшок, берем наш топорик и начинаем вырубать. Все, вот такая вот красота у нас получается, практически идеально ровная. Чтобы сделать ее еще лучше, шкурим. Сначала крупной, потом мелкой наждачками. И все те же махинации повторяем с нашим кругляшком. Можем даже пленочку снять. Не забываем прикладывать, проверять, подходит ли он. Прорезаем паз, чтобы удобно было открывать. Доводим до ума. Мне нравится. Далее берем наш фен, включаем примерно 370 градусов по Цельсию. Больше подгорает пластик, меньше просто не греет. Прогреваем. И сворачиваем. Так же повторяем с другой стороны. Прогреваем хорошо, долго, основательно, с умом. Все сгибаем. Потрясающе. Сейчас будем клеить боковые стенки. Для этого снимаем размеры. Берем наш лист пластика безразмерный. И, как вы можете догадаться, начинаем с стенки. Лучше подставить доску. Примеряем. Чуть-чуть можно срезать. Еще раз. Отлично. Далее убираем пленку, чтобы ее не приклеить. Достаем наш приклей. И начинаем проклеивать гнище. Намазали, приложили, зафиксировали. Придавили немножечко. Теперь клеим боковые стенки. Одну. Вторую. Чуть-чуть приклеивая. Все. Далее берем вторую стенку. Так же ее подрезаем. Здесь у нас будет выключатель. Примеряем. запомнили место, где будет расположен выключатель. Снимаем его размеры. Рисуем. И нашей пилой выпиливаем отверстие. И сейчас проверим, входит ли выключатель. Да. Входит. Все красивенько. Достаем его. Снимаем пленку. И так же проклеиваем. Сначала низ боковой стенки. Мазали. Приложили. Придавили. Отпустили. Затем боковые стенки боковой стороны. Как вы видите, я мажу только в одном месте. Почему? Потому что капля клея скатываясь промазывает боковую стенку. Сейчас мы будем дорабатывать наше отверстие для кормления. Чтобы крышечка у нас не проваливалась. Вырезаем прямоугольник. Прикладываем, отмечаем, где у нас отверстие. Берем баллончик от краски. Который, кстати, по диаметру меньше, чем стакан. Рисуем кружок. И вырезаем отверстие. Все так же наждачкой. Можно и так. Снимаем мелкой наждачкой. Все, красота. Примеряем. И начинаем промазывать клеем. Все, примерили. И начинаем давить. Все. Крышечка лежит. Чудесно. Сейчас будем крепить наш держатель пластиковых труб по совместительству. Держатель патрона для лампы. Саморезы оказались длинные. Поэтому нам нужно увеличить расстояние между держателем и крышкой. Ну и чтобы лампа близко не примыкала к крышке. Наш патрон. Примеряем. Серые держатели для труб лучше не брать. Они даже при невысокой температуре начинают разгибаться. Гулять. Лампы выпадают. Свет гаснет. Сейчас нам нужно сделать что-то типа шайбы из пластика. чтобы наш саморез просто не провалился в держатель. Подрезаем. Все вставляем. Вкручиваем сначала в стол. Потом в крышку. Все. Сложили. Снова приложили. Берем брусочек. И теперь выравниваем наши стенки. Чтобы задние и передние были вровень с боковыми. Все хорошо у нас получилось. Такая крышка. Такая внутри. Красивая. Спасибо что были с нами. каа. Б debа. Карелит flа. Камечку. Реклама. Камечку.